привет всем сегодня 2 января утро и мы не свет не заря мы не свет не заря опять надо идти кататься отдых до 8 еще нет восьми утра нам надо сейчас идти позавтракать посмотреть какой же там завтрак а потом потом надо запихнуть все вещи в машину потому что у нас усиление в 12 а нас естественного то время не будет много где-то на склоне и дальше уже бежать на гору на эту подниматься и с таким удовольствием и кататься просто хотелось поспать а тут хорошо спится кстати матрасы жесткие такие жесткие как будто это на поддонах чисто постелили простынку подушку хорошая отдыхаем катаемся уже второй день вчера 1 катались сегодня второе число горы все в снегу ну все машины тоже в снегу снега тут короче хватает а внизу пальмы пальмы море зелень вот так вот вот так вот Роза Пик Снег идет, ничего не видно Надо только в очках смотреть Народу много Много отдыхающих Просто приезжают посмотреть Ну что смотреть тут Все, в снегу ничего не видно И подъем у меня занялся, кстати, недолго Очереди есть, но как-то это быстро тянутся Быстро проходит За 25 минут где-то я поднялся С самого низа сюда, вот на Роза Пик Видимость относительная В принципе Не сказать, что вообще ничего не видно Но Сейчас поедем вниз Я уже спустился с Роза Пик Вот на трассу Б-62 уже приехал И еду сейчас с вами На тот склон я не поехал На обратный склон Забыли, по-моему Потому что В прошлом году там были большие очереди Были Много, а очередь движется все-таки быстро Как-то вот наладили это Движение очереди Может там скорость подъемников увеличили Ну, нормально В общем, 20 минут, 25 минут Считаю снизу до верха Подняться с очередями Это вполне Для 2 числа Это шикарно А вот что происходит внизу Трасса уже скоро будет закрываться Уже начинают включать освещение Все супер Так что Кто собирается Приехать В ближайшие дни Вот такая погода происходит Ну, или просто Я поделился с вами Своим видением Как мы вот это все видим здесь Приехали, увидели, посмотрели Делюсь с вами Вот этими эмоциями положительными Кстати, ближе к концу дня На подъемниках людей стало очень много Очереди стали больше Те склоны, например, по трассе Тритон Я уходил в ту сторону Там каскад, там поменьше Если уходить с центральной основной трассы Которая на Розупик ведет То там на остальных трассах Поменьше народа В конец и есть или нет? Что я так долго идти буду? Конечная вереница машин Все туда уходит Вот, собственно, из парковки Вообще невозможно выйти Там вот стоит большое количество людей Которые посадятся в автобусе И уходят из автобуса Есть некоторые моменты В которые мы действительно огорчены Во-первых, так как растут цены на отдых На Красной Поляне и в том числе на Роза Кутер Именно конкретно Речь про Роза Кутер Они растут там на 30, наверное, на 35% в год Потому что цена на скипасы Ну, в прошлом году она была, по-моему, 2100 Сейчас 3450 Какой скачок в цене? Бензин так не растет у нас Как растут цены на отдых Курорт есть курорт Отдых как бы не для всех Но при этом цены там так дико растут И сервис хромает Хочу выделить такие моменты Вот номер за 18 тысяч В номере нет тапочек Представляете, одноразово Они с рублей стоят 18 тысяч в сутки ты платишь И у тебя нету тапочек одноразово У тебя нету зубных щеток Ладно, проехали Короче, вечернее катание Ты идешь, платишь за вечернее катание 1700 рублей В семье три человека Ты отваливаешь Три, там, пять-четыреста Чтобы покататься Четыре часа вечера На экране сейчас вы видите Вот цена Это цена за человека За вечернее катание Которое начинается с 7 часов вечера И длится это вечернее катание До 11 часов вечера Так вот, возвращаясь, допустим После 10 часов Хочешь покушать, да? Ресторан работает до 11 Кухня закрывается уже в начале 11 В 10.30, там, в 10.20 Ты уже ничего на кухне там не закажешь Ты пришел с вечернего катания 1 января Когда все должно Сервис работать на клиентов И ресторан 1 января Уже не работает в пол-одиннадцатого Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok